Секунду, у тебя просто немного плохо слышно. Сейчас нормально меня слышно? Да, нормально вроде. Вот, у тебя есть чит на полёт? На полёт где-то был. Сейчас найду, может быть. Ага. Секунду, у меня просто тут есть архив. С бессмертием есть архив, с тем самым что-то найти на полёт. Да, поищи. Просто мне очень нужен на полёт, я хочу, чтобы... У меня как бы есть АИМ уже, ВХ есть, там, все остальные, ВЛХак есть. Ты голос меняешь? Что? Ты голос меняешь программой какой-то? Нет. Это, может, микрофон у меня просто лагает, поэтому голос кажется, что меняется. Ну, потому что у меня просто есть такая программа, и там похоже. Ну, не знаю, может, просто совпадение. Совпадение не думаю. Ну, не знаю, почему он похож. Кидать, да? Да, сейчас. Вот только этот самый, демонстрацию экрана включи. Я хочу, чтобы ты увидел. А что именно? Ну, чтобы я увидела, как ты открываешь. А, так скинь я тогда, когда загрузится, я его перемещу в папку, просто я не хочу, чтобы ты видел папку мою с загрузками, и потом я включу. Хорошо, хорошо. Я его на рабочий стол просто вынесу, и всё. Окей, вот что скину. Это проверено, я сам проверял, вот очень прикольный. Да, это хорошо тогда очень. И тогда покажешь потом, как его устанавливать? Просто открываешь там, и открываешь файл в X. ДЛЛ лучше не трогать. А, хорошо. Не запустится. Тогда надо переустановить. ДЛЛ всегда не запускается. Ну, если не запускается, я могу ещё раз скинуть, потому что иногда так и бывает, да. Сейчас загрузится, тогда у меня я перенесу его на рабочий стол, проверю. Хорошо. Да, покажу. А, антивирус, у меня его нету, да, кстати, я его удалил, потому что у меня мой чит, ВХ, мой, полился антивирусом, и поэтому я антивирус как бы удалил сейчас с компьютера. У меня только такой доктор веб, которым я сканирую, чтобы вирусов не было, и всё. А у тебя, а у тебя как ты этот ник придумал, вей читеров? А это, не знаю, это вообще мой брат придумал. Понятно. А тут ещё какой-то вот канал мне высветился тоже, Убей читеров, это твой? Нет, не мой, я не знаю такого канала. Не, ну, может, это просто совпадение. Ну, не знаю, возможно, конечно. Такое очень часто бывает, что скайп совпадает с каким-то каналом, потому что людей на ютубе много, и все создают канал. Да, ну да. Ну что? Сейчас, по-моему, ещё скачивается у меня, что-то... Сейчас, залискла всё. Да, ещё пока скачивается, написано ещё минута осталась для скачивания. Окей. Вот. Просто понимаешь, с читами играть ведь очень весело, а то без читов неинтересно играть. Поэтому вот я и хочу, очень хорошо, что ты мне чит хочешь предоставить. Окей. Слушай, у тебя виртуальная машина есть? А что это такое? Ну, виртуальная машина — это, типа, виртуальный Windows. Ну, у меня только тот Windows, который вот на компьютер мне установили в этом, в сервисе, и один Windows, а другого Windows нет. У меня только один, может, он виртуальный, я не знаю. Виртуальный у меня был, но я его удалил, он у меня чё-то глючил очень сильно. Я тоже себе один раз Windows удалил, когда взял, что-то там делал, делал в папке, а потом все файлы удалились, и пришлось без Windows быть, и мне потом опять его устанавливали. Понятно. Так, во, уже почти, уже осталось несколько секунд, тут написано, секунд 30 осталось, и будет загружено. А это как архив, да, выглядит? Ну, это как архив, там, и на рабочей столке дай экзешник и запускай. Так, ага, сейчас загрузится, тогда. Так, вот, кажется, загрузился. Сейчас я тогда покажу тебе демонстрацию экрана, и ты покажешь... Меня развели на мой же винлокер. Что? Да нет, просто смотрел вот этот канал, убей читеров. Читера, меня развели на мой же винлокер, и так далее. А, ну, не знаю, я не видел этого канала. Могу ссылку скинуть. Ну, хорошо, потом ты доскинешь, я хочу сейчас щит, чтобы ты не показал, как настроить, хорошо? Включай демонстрацию экрана, я тебе покажу. Так, щас, демонстрация экрана. А у тебя винрар? Эм, вот, видишь? Щас, подожди, загружается. Вот теперь вижу. Значит... Вот файл этот, который скачался. Сочты на КС, вижу. Значит, да, у тебя винрар, все хорошо, да. Открывай дочко. Так, и открыл. Вот, полет. Полет. А, сейчас. Полет, так. И открывай читы экзе. Прямо с архива или надо их на рабочий стол вынести? На рабочий стол можно и с архива, и мне все, теперь все равно. Ну, я вынесу 100, потом мне найти было удобнее. Так, вот читы, да? Сначала, сначала КС надо открывать, да, а потом читы? Не-не-не, КС можно не запускать. А, то есть чит надо, да? Можно, можно чит сначала, но КС лучше не запускать, а то не может тормозить. Это можно КС после того, как читы. А, то есть, а его от имени администратора надо или просто два раза кликнуть? Эм, ну, лучше от администратора. Так, от администратора. Так, запустить от имени администратора и да, да, нажимать? Да, да. Да, так, хорошо. Вот, что-то загружается. Так, Майнкрафт какой-то. Ваш Windows заблокирован за использование читов. Нельзя использовать читы. Подожди, а почему у меня заблокировалась система? Это я тебе скинул винлокер. А что это такое? Винлокер это такая штука, которая блокирует Windows. Смотри, я тебе скажу пароль, если ты пару вопросов ответишь. А пароль для чего нужно? Чтобы чит запустить? Чтобы твоего Windows не удалился. Не, я не удаляю Windows, я не хочу опять его переустанавливать. Если ты ответишь на мои вопросы, я тебе скажу пароль, и тогда он разблокируется. Хорошо, скажи. Сейчас, секунду, подожди. А, хорошо. Итак, первый вопрос. Да. Что за игра вот тут на Windows заблокирован этими надписями? А это 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 картинка, это не игра, это картинка. Я знаю, но из какой игры картинка? На какую игру похожа? Это не скриншот из игры, это просто рисунок. Ну, я понимаю, на какую игру похоже. Это на Minecraft похоже, или на другие игры, которые похожи на Minecraft. Правильно. Значит, первая цифра 2. Так, 2, да, надо писать? А как писать его? Цифрами или мышкой? Цифрами. А, 2. Ой, 2, хорошо. Значит, второй вопрос. А? Значит. Давно ли ты играешь с считами? Ну, я где-то с 3 лет играю, когда мне первый раз компьютер купили, я установил игру, а потом там было в игре видео такое. Знаешь, как от разработчиков? В некоторых играх в начале видео добавляют, как играть надо. Да. Вот. И там, в этой игре, они играли, и у них жизни не отнимались. И я подумал, ой, я тоже так хочу играть, чтобы у меня жизни не отнимались. Я тебе там просто установил читы? И я взял, скачал читы с интернета. Но сначала я не знал, что такое читы. Я спросил у друга, как сделать, чтобы так, ну, чтобы жизни не отнимались у одноклассника. Он говорит, надо читы иметь. И я посмотрел в интернете читы, как использовать. И после этого начал всегда с читами играть, вот. Понятно. Значит, вторая цифра ноль. Так, ноль. Значит. Да. Третий вопрос. Для чего? Для... ну, вот. Зачем тебе играть с читами? Почему ты не играешь честно? Ну, смотри, я когда вот увидел, как в видео, где разработчики игры, они могут свою игру играть с бесконечными жизнями. А я не могу. Я тоже посмотрел, почему я тоже не могу. Почему они так могут офигенно играть, а я не могу. Я взял, тоже начал читы использовать. Ведь это так лучше играть. Я тоже как разработчик буду. Ладно. Следующая цифра один. Да, один. А еще мне нравится, когда я играю вот в КС с читами, а люди начинают матами ругаться и вообще, и начинают очень сильно орать. И я... Мне это смешно очень, вот. Поэтому я всегда сейчас с читами играю. Вот. И последняя цифра, последний вопрос. Да, да, да. Это скорее не вопрос, а просьба. Да, какая? Пожалуйста, не играй с читами так долго, да? Не играй с читами вот постоянно просто. Иногда так играю вот так. Когда хочешь, чтобы кто-то там побомбил, да? А если я всегда хочу, чтобы побомбили? Ну, так много не используй. А, то есть я могу только включить АИМ и ВХ, да? А спидхак уже я не могу включать, да? Чтобы много читов не было использовано, так? Да, один-два чита и все, и хватит. Хорошо? Вот много читов не использовать. А если у меня все читы в одном, у меня мультихак, и там я тогда один только включаю, и там все читы. Вот. Тогда я могу включать, да? Ну, подожди. В этом одном чите много читов, да? Да, да, да. Даже не знаю. Ну, хорошо. Вот. Так я так и играю. Тогда все, я так и буду дальше играть. Ну, так часто читы не используй, хорошо? Часто очень. Ну, то есть я вот сейчас играю где-то по 20 раз в день с читами, а я буду играть по 10, хорошо? Да, ну, 10 это так нормально, да. Да, вот, я тоже так думаю. Значит, значит ты мне... Вот ты говоришь, что да, все, хорошо? Да, да, да. Последняя цифра 3, нажимаешь разблокировать. Так, 3. И какую? Вот эту нижнюю кнопку, да? Не, 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 верхнюю, верхнюю. Иначе ты удалишь Windows. Давай. Ой, я не хочу, я здесь вот так эту. Вот. Вот, все, я себе все верну. Значит, понял? Да, 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 понял. То есть я так и быть тогда из своих читов... А, а если на копателя вот у меня два чита, то я могу какой-то один только использовать? Нет, на копателя можешь использовать все, потому что там какие-то дебилы-школьники, на них можешь использовать все. А если у меня антибан вот еще для фейса, то я могу использовать? Антибан это... Антибан это чтобы тебя не забанили? Да, да, да. Ну, антибан, конечно, можно использовать, да. А, вот этот чит, это чит на КС, там, мультихак, его можно использовать? Ну, ты же уже спрашивал. А, ну, хорошо, по 10 раз. А вот этот чит, вот эти еще читы тоже можно использовать? Это что за читы? Это накопатель, это чтобы админку взламывать, а это мегахак на КС и Варфейс, там, два чита вместе. Ну, ладно, вот эти вот читы можешь использовать, но только не совсем часто, а вот на копателе можешь использовать частенько, потому что на копателе... Ну, то есть, этот чит я тоже могу 10 раз в день использовать, да? Да, тоже можешь там 10 раз где-то примерно. Ага. А вот на Вормикс сколько раз я могу использовать? Что такое Вормикс? Я что-то не в тени. Это игра такая, там, где тоже надо вконтакте. есть, там надо играть за человечка. А, да, вспомню, да. Там можно, в принципе. Ну, не так часто. А вот этот чит могу использовать? Это чтобы в КС тоже играть? Тоже антибан? Да. Антибан можешь использовать все время. Антибан используй все время. Я тоже антибан иногда пользуюсь. А вот этот чит, который магнит, можно, чтобы в Варфейсе притягивать игроков всех к себе и потом их убивать? Ну, вот его тоже, там, где-то 10 раз в день. А, тоже 10 раз, да. Чуть-чуть побольше. А вот этот, это улучшенный АИМ на КС. Можно использовать? Ну, в принципе, можно. Тоже, да, можно. Его можно 20 раз в день использовать или 10 только, или можно больше? А расскажи, примерно, что делает этот чит. Это этот АИМ. Он наводит на игроков и сам стреляет. Таким образом, я могу с парой быстрых всех завалить. Вот этот вот можешь. Это потому, что улучшает игру, да. А, этот можно, да, хорошо. Правильно, он улучшает игру. Я полностью с тобой согласен. И вот этот чит тоже, да, вот могу. Это вот тоже сборник читов, да. Нет, это не то. Подожди, сейчас я найду, где он у меня. Сборник читов. Вот, вот это сборник читов. А что там за читы? Там АИМ, ВХ, потом Антибан, потом Магнит, потом еще чит на быстрый бег, Спидхак, потом на высокие прыжки, Банихоп и все остальные. Тоже можно использовать их все? Ну, вот этот вот сборник лучше используй 10 раз в день. А если там какие-то читы отдельные, то их тоже некоторые на 10, а некоторые можно все время. А, вот это как хорошо очень. В общем, ты меня понял, да, что читы так не используют? Да, 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 я понял, я буду только по 10 раз в день использовать. Хорошо, хорошо. Значит, ты меня понял, да? Да, я понял тебя. И да, я хотела еще кое-что сказать. Ну что? Передай мне привет в Ютубе. А, привет в Ютубе. Да. В общем, всем привет, подписывайтесь на мой канал, это звучит как пиар какой-то. Ладно. На самом деле, мне нравится твой канал смотреть, да. Какой? Убей читеров. Я же знаю, там у тебя написано. Ты спалился как-то один раз, ты когда снимаешь там на Убей читеров, там у тебя написано вверху, этот сам написан наверху скайп. Я тебя так и нашел. Спалился. А, вот оно как. Вот ты за разом. Да, я вот так тебя нашел. Ну ладно, тогда давай пока. А, нет, подожди. Что? Что? А, ну хорошо, давай я тебя чуть попозже перезвоню. Я хочу тебе еще кое-что предложить. Очень выгодное предложение, хорошо? Стой, подожди. Потом можем поговорить наедине без записи, хорошо? Да, 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 конечно. Ладно, ну тогда давай перезвони мне. Хорошо, давай. Ага, хорошо, давай. Давай, пока. Пока. Всем привет, ютубер. Так, все, он сбросился, короче, он меня сам добавил и предложил мне типа чит, чтобы развести меня. Сейчас я его буду возводить. В общем, сейчас я ему собираюсь, собираюсь скинуть винлокер тоже в виде блокнота и посмотрим, что он на это скажет. Так, сейчас нужно найти, где он был. Так, вот. В общем, сейчас, так, я пока остановлю запись, после того, как снова я ему позвоню, тогда я снова включу запись. Так, вот, все, я его подготовил, сейчас давайте позвоним ему. Ну, привет. Привет, ну, слушай, хочешь, я могу тебе, допустим, тысячу рублей дать, если ты мне кое с чем поможешь? Ну, хорошо, я могу помочь, да. Смотри, очень все просто. Можешь проверить, вот у меня есть такая программа, блокнот, в которой, есть такая функция в нем, что, когда ты пишешь в нем, если ты там дашь доступ другому, и другой человек на другом компьютере может читать, что ты в нем пишешь. Можешь проверить, работает ли это или нет? Хорошо, давай. Вот, хорошо, спасибо. Если ты это сделаешь, я могу там твой канал пропиарить, и, допустим, тебе еще могу тысячу рублей дать, потому что это очень важно, мой друг попросил проверить, и, в общем, вот, и поэтому я ищу. Так, э... Стой, 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 секунду, а это сейчас твой настоящий голос, или ты его опять сменил? Ну, можно сказать настоящий. Ну, где-то настоящий, но чуть-чуть там изменил, да? Ну, да, да, так. Хорошо. Я просто убрал настройки из программы, но саму программу не отключал, можно так сказать. Понятно. Я просто вот смотрел твой канал, вот смотрел твой канал, такой, смотрю-смотрю твои видео прикольные, мне очень нравится. И там наверху написано, вот, многие скрывают свой скайп, но там наверху, когда вот такое окошечко, там написано скайп тм1-скайп. Тире и скайп, и вот так я тебя спалил. Ну, я знаю так много, кто меня палит. Конечно, ты вообще красава, молодец. Так вот, у тебя скинулось? Да, вот, а это без вирусов? Это не винлок? Это не винлок, это хороший файл, потому что, смотри, у меня нет смысла тебя блокировать, ведь ты же ведь не читер, как бы, и зачем тебе блокировать? Не читер, я, наоборот, против читеров. Вот, поэтому ты же сам понимаешь, что нет смысла тебя блокировать. Правда же? Сейчас, сохрани только, ну, это пад, сохранить. Вот, ага. Все сохраняется сейчас. У меня сейчас тут скампом какая-то дичь происходит. А что у тебя? Ну, я там случайно какую-то фигню включил, и теперь у меня скампом дичь такая происходит. Ну, ладно, сейчас, в принципе, ничего такого. Так, вот, все, запускаю программу. Да, вот, запускай, и сейчас попробуй там после этого написать что-нибудь, ну, в самом блокноте, когда откроется. Хорошо, да. И что? Так, вот у тебя что сейчас открылось? Открылся вот этот блокнот. Enter пароль for the incorrect... Подожди, подожди, пароль? Там пароль у тебя надо ввести, да, или нет? Подожди, покажи демонстрацию, какой именно пароль, я что-то не помню. Там должен такой блокнот открыться, знаешь, такое окно, блокнот. Сейчас, демонстрация экрана начать. Вот, видишь, Enter пароль. Сейчас, пока я не вижу, подожди. А-а-а, так у тебя такая еще. Подожди, так тебе надо еще для начала кое-что написать сюда. Смотри, напиши две тройки сюда. И нажми ОК. ОК. Да, и ОК, нажми. Сейчас у тебя прогрузится, может какое-то время лагать, и сейчас блокнот откроется. Ну, сейчас, подожди, у меня... У меня, кстати, компьютер немного включенный, совсем чуть-чуть. Отказано, возможно... А, может быть, надо открывать с помощью этого зама, администратора? А, он и так должен запускаться. Подожди, а у тебя, может быть... Подожди, может, у тебя антивирус его блокирует? Потому что бывает такое, если у тебя папка, ну, это системная, то нельзя запускать. А, сейчас... Секунду, подожди. Я антивирус отрублю. Ну, можешь, да, остановить его на полчаса каких-нибудь, и все. Потому что это безвирусный файл, это нормально. Видишь, он тебе его не удаляет, антивирус. Он просто запуск почему-то блокирует. Да, видишь, это, короче, какая-то херня. Я не знаю, что это такое. Вот, сейчас. Закрыть. Сейчас, включаю антивирус. Сейчас, просто у меня такая вещь сейчас, створится с компьютером антивирус. Ага. Еще он так лагает. Короче, я скоро мастеру отдам. Ну, да, это логично. Потому что, как это лагает, это надо всегда мастеру подавать. Подозрительные объекты, защита системы. Автоматически запрещать доступ не надо. Не надо. Вот он у меня тут запретил доступ. А, ну, да, странно. Может быть, я еще не до конца его отключил. Я вот сейчас проверю. Ага. И... Так вот, попробуй дальше сейчас написать и открыть. Может быть, сейчас будет нормально. Может быть. Может быть, я не до конца отключил. Может, я рак. Да, он что-то не хочет. Может быть. Это он сейчас только обнаружил. Он еще пока, по-моему, ничего не делает. Ну, да, он почему-то блокирует запуск. Странно очень. Вот у меня не блокирует, например, запуск. И у моего друга тоже. Тут не знаю почему. Может быть, у меня антивирусник какой-то был. Ну, наверное. У меня так... У него Касперский, у моего друга. У меня Аваст, поэтому они не блокируют. А этот я не знаю такого. Ну, я такого не знаю антивирусника. Я знаю, что вот Касперский, Аваст и этот еще... Вот, 32, они самые лучшие. Ну, еще там этот зеленый такой, и Доктор Веб есть. А такого я даже не знаю антивирусника, может быть. Из-за того, что он такой не очень, поэтому и блокируют. Ну, он это самое. Он... Выключить. Все. Выключить. Ну, да, здесь вот тоже нажми выключить и все. И потом, если что, снова включишь, и когда уже запустится. Хорошо. А что-то он не выключился. Вот, не, опять включился, а что-то. Что если включился? Ну, там было написано выключить. Вот, вот, а то опять она включилась. Так, вот, попробуй сейчас открыть. Ой, бесит иногда этот зеленый, я думаю, нужно его отключать. Вообще удалять, в смысле. Ну, да, я тоже так думаю. Так, вот, вот, идет запуск. Сейчас вот пройдет небольшая установка. И после этого может полагать какое-то время, и включиться должно. А сейчас вроде включается. Потому что CMDX включился, а это панель. И что? Так, вот, вот она сейчас полагает, подожди. Это бывает такое, эксплор полагает. При запуске, когда у тебя компьютер медленный, то есть вот, смотри, читай теперь. Зачем ты меня заблокировал? А, ну, смотри, вот, прочитай информацию, и сразу поймешь, зачем я тебя заблокировал. Ну, я клянусь родителями, что я больше так не буду делать. Сейчас, секунду, подожди. А, блин. А почему я вот, почему я к тебе не могу выйти? Потому что тебя заблокирована мышка, чтобы она не могла выйти за предел рамки. Понятно. Ну, в общем, я клянусь родителями, что больше так не буду делать. Я не буду больше кидать винлокера. Вот. Кстати, ты думал, что ты попал к убей читеров, но на самом деле ты не попал к убей читеров. Ты попал к липовому убей читеров, который разводит ликвидаторов. И, кстати, попадешь на канал, теперь не я попаду к тебе, а ты ко мне. Ну, блин. Ну, хорошо, а у куфир, пожалуйста. А ты должен на вопрос ответить. А, какой? Первый вопрос, чтобы получить пароль. Почему ты скидывал людям винлокеры? Ну, потому что я хотел попасть к тебе на канал. Вернее, к убей читеров. А, хорошо. Скольким людям помимо меня ты скидывал винлокеры? Никаким. Я вот только тебе, я вот только сегодня этот винлокер скачал. Потому что ты мне сегодня только ответил. А, офигеть. А где ты его скачал? С одного канала. А с какого канала? Я не помню. Я просто загуглил, и мне там вылезло. Я скачал. Я не проверил перед этим. Ну, понятно. Хорошо, ты понимаешь, что скидывать винлокеры не очень хорошо? Или ты считаешь, что это хорошо? То есть ты считаешь, что это плохо, да? Да. Хорошо, ответь, по какой причине это плохо? Ну, потому что этот компьютер блокируется, и, может быть, там... Что может быть? Может быть, там что-то будет плохое. Может быть... То у тебя ничего не слетит, и у тебя это будет на очень долгое время. И после перезагрузки пароль уже не будет действовать. Понятно. Стой, а если я перезагружу компьютер, когда я уже разблокирую? Если я разблокирую... Тогда... Тогда все нормально будет. Хорошо. Хорошо, а вот теперь попробуй угадать пароль. Какой пароль? Ну, попробуй угадать. Поводи всякий пароль, и попробуй угадать правильный пароль. 2017 какой-нибудь там. 1, 2, 3, 4, 5. А сколько там цифр? Подожди, сколько цифр? А вот попробуй угадать. Вот у тебя, допустим, есть 5 попыток. Угадай. 4. Пароль. Не, пиши пароль, нажимай на кнопку разблокировать, и посмотрим, сможешь ли ты угадать или нет. Не знаю. Ну, все. Что теперь будешь делать? Не знаю. Агвара, лучше не перезагружай, а иначе и испортишь компьютер. Ну, что делать? Что опять? Ну, вот. Держи кого-нибудь. Ну, что мне надо делать? Попробуй меня убедить в том, что ты на самом деле, твои намерения серьезные, и ты больше никому не скинешь Винлокер, и не будешь так... Я просто никому не скину. Я просто хотел бы попасть на твой канал. Ай, он не слой как-то ходит. А, вот, поклянись родителями, что ты не будешь так делать. Не, ну, с родителями. Не надо, я же родителями. Это такая... Выбирай себе то, что ты думал. Я поплялся. Ну, вот, хорошо. Ну, ладно, так и быть, я не буду тебя сильно мучить уже. Я тебе могу дать, в принципе, пароль. Нет. Я же надеюсь, ты действительно понял, да? Да. Так, вот, хорошо. Переставь на английский шрифт и пиши туда. Сейчас туда. Нет. Да, переставил. Вот, поставь маленькие теперь буквы и пиши T, A, G равно Так, как, ну, C, знаешь английскую? Как русская S. Да. L, O, S и E. Все, нажимай, разблокировать. Оооо... Оооо... Вот, а сейчас зайди на диск C. Диск C? Зайди в папку программ-файлс. программ-файлс или программ-файлс x860? Просто программ-файлс. Программ-файлс обычно. Я не хочу. Зайди теперь в папку... Вот видите, нет, не заходи, видишь, папка PCPack. После OpenReport.net. Вот вижу. Удали эту папку. Продолжить. Удаляю. Удалил. Так, сейчас нажми Ctrl-Shift-Esc. Ctrl-Shift-Esc. А, у тебя седьмой Windows, да? Да. Хорошо, зайди в пуск тогда. В какой пуск? Ну, в пуск. Знаешь где пуск? В пуск. Да. В пуск. А он не открывается. Хорошо, зайди тогда в этот, опять в диспетчер задач, снова напиши Ctrl-Shift-Esc. Хорошо. Так, зайди в процессы. А, нет, зайди просто в приложение, там вот где первая вкладка была открыта, нажми Новая задача. Внизу. И напиши Explorer.exe. Explorer.exe. Я не уверена. Нажми ОК. Приложение не найдено. А, ну у тебя что-то вообще, по-моему, сломалось. Сломался твой компьютер конкретно. Нет. А зачем ты мне скинул? Ну всё, я не знаю, зачем. Я тебе скинул, потому что ты мне скинул. Но он должен был восстановиться. А у тебя он, по-моему, вообще сломался. Всё, полностью компьютер сломался. Сперва, я ещё не знаю, что делать. А что если ты не загрузить? Ну всё, у тебя всё сломается полностью. Всё удалится. И сгорит материнская плата. И вообще... А может тут что-то? А может тут что-то? Зинлоган. Нет, нельзя, иначе у тебя комп вырубится. Это важное приложение. Это системное. А что тогда? По сути, у тебя здесь всё из этого важное. Всё, видишь, его нету больше, но при этом у тебя Explorer не запускается. Всё, он сломался. У тебя сломалась Windows, значит. Вот, удалилась. Рыта обменилась. Тебил. Ну всё. Всё, конец Windows. Я сейчас перезагружу компьютер. Да-да-да, давай попробуй перезагрузи компьютер, потом скажешь... Пусть он работает. Да-да-да, вот если тебе повезёт очень, если ты на самом деле исправился, то тогда у тебя будет работать всё. Алло? Ну всё, в общем, он перезагрузил компьютер. На самом деле у него, конечно, после перезагрузки ничего не будет, потому что он удалил файлы и так далее. Вот, и поэтому у него всё нормально будет. Как бы ничего не испорчилось. Правда, не знаю, почему у него Explorer не запускается. У всех запускается, у него нет, у него там вообще комп какой-то глючный. Вот, поэтому ему будет, по крайней мере, урок, если он захочет ещё другим людям скидывать линлоджер. В общем, вот такой вот выпуск получился. Хотел скинуть мне винлокер, а в итоге сам попался на винлокер. Вот, если вам понравилось вообще видео, то ставьте лайк, комментируйте и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр и всем пока!